Деньги есть, а разрешения нет. Городские и муниципальные власти с июня прошлого года не могут получить добро у Министерства обороны на строительство насосной станции в Ториках. В поселке Торики, который входит в состав Красносельского района, централизованного водопровода отродясь не было. Уже много лет местные муниципальные власти пытаются решить проблему. Единственное подходящее место для строительства насосной станции на землях Минобороны, граничащих с поселком. Сейчас военные пошли навстречу населению и дали принципиальное согласие на обустройство водокачки. Но бюрократическая машина не способствует осуществлению задуманного. Стоимость проекта порядка 340 миллионов. Деньги комитетом по энергетике заложены в бюджет, были в прошлом году, но все упирается в это согласование. То, что касается, скажем так, гражданской составляющей, вопросы решаются все положительно. С военными сложнее. Из-за бумажной волокиты жители до сих пор вынуждены покупать бутилированную воду или пользоваться дождевыми стоками, так как поблизости нет ни одной общедоступной колонки. Это первая, вторая и третья линия. Полевой переулок, улица Малая и часть улицы Победы. Вначале вода была в колодцах. Это точно я вам говорю, потому что у нас не осушали вот эту сторону противоположную. И не было стройдачи, ничего. Там был лес и обычный лес. И у нас вода была. Как только стала застройка осушения, у нас началось мало воды. Муниципалы отмечают, если военные дадут добро прямо сейчас, комитет по энергетике тут же объявит конкурс среди потенциальных подрядчиков. И где-то в январе работы начнутся. Правда, закончатся они не раньше, чем через два года. Зато в Ториках будет не только водопровод, но и канализация.